всем привет а у нас продолжается эпопея с волнами ковида с 15 марта были введены точнее возвращены ограничения по работе музеев торговых центров и и и и всего остального так что продолжаем выполнять свои обещания по выпуску видео с темами не требующими вылазки из квартиры сегодня предлагаем вашему обозрению видео в котором мы собрали информацию дополняющую представленную нами в предыдущем ролике про парк кускова хочу обратить ваше внимание на то что все нами рассказаны может быть воспринято вами как дичайшая выдумка но я хотел бы напомнить о том что существуют так называемые официальные историки их обучают в большом количестве за народные деньги в храмах знаний обучает их только тому как из детских картинок и отсутствующих доказательств писать наше правдивое прошлое а если есть какие-либо доказательства противоречие тому что они выдумали в угоду правящие паразитии мешают правильному восприятию широким массам правильного хода истории то умело все скрыть потерять и говорить что это бред ну это знаете хлопок отрицательный рост скачок рывок у нас ведь есть скрепы храм зеленого цвета с кепкой гитлера используются ими самые надежные отработанные методы это подтасовка обрывков сведений которые вбиваются в голову на всех этапах обучения и верный курс правящей верхушки у которой только одна проблема как построить побольше дворцов в геленджике и при этом отвлечь от этого внимание используют они для убеждения нелепой картинки ну так называемые летописи причем не оригиналы а непонятно кем сделаны списки со списков якобы существующих когда-то документов которые никто и никогда в глаза не видел им абсолютно не интересно делать раскопки и поднимать те факты которые лежат на поверхности я уже не говорю чтобы эти факты сопоставлять и включать простую логику которая кричит в полный рост о том что вся эта фикция до жуть и смешно и нелепо кроме этого раскопки для людей думающих и пытающихся найти истину это уголовные преступления это преследование по так называемому закону и дальнейшее сокрытие тех крок информации которые стали доступны так что же с этим делать ну по моему мнению а ничего тут не сделаешь я всегда воспринимал так называемую историю как не очень качественное чтиво с которым если оно увлекательно написано можно ознакомиться лишь с одной целью лишний раз подтвердить для себя то что любое действие или события при должном подходе и науках можно перевернуть с головы на ноги и наоборот причем сделать это несколько раз все это схавают и будут довольны благо что интернет развивается очень активно и этим упырям стало сложнее прятать информацию о всех своих проказах ну и проказах предшественников поэтому исходя из выше приведенного мной заключение сегодня мы представляем вам для ознакомления абсолютно достоверную информацию о происхождении развитие и жизни небольшого куска земли в 30 300 гектаров на юго-востоке современной москвы а именно чудом сохранившийся парк в рамках графской усадьбы шереметьевых все что будет сказано чистая правда собранная на просторах сети давным-давно когда растаяли все ледники в средней полосе когда земля стала обретать зеленый покров появились из ниоткуда люди которые начали осваивать некогда возведенные города и деревни мы начинаем историю с начала 16 века ведь если верить историком до этого времени никого не было никого не хоронили и предметами обихода никто не пользовался а те единичные находки они не в счет ладно утрирую москва в то время состояла из кремля китай города и белого города которые постоянно страдали от напеков врагов горели большими и малыми пожарами и восстанавливались вокруг города как обычно деревни сады и поля и непролазные леса юго-восточная часть города относится к мещерской низменности также как часть подмосковья рязанской и владимирской областей то есть это равнинное место образовано ледниками и характеризуется заболоченностью топпями и весенним половодием село кускова известно по документам с 1573 года название происходит отличного именования кусок или кусков так звали толмача сопровождавшего митрополита митяев царьград в 1379 году и так был такой боярин степан иванович кучка а вот это этого боярина очень интересовало село кускова даже имя его происходило именно из этих мест ведь как пишет известный историк москвы забелин москва долгое время именовалась кутьковым кучковым хотя само это кутькова кучкова находилась ох как далеко от легендарных семи холмов где сейчас красуется кремль и не поладил кучка с юрием долгороким и был казнен вряд ли официального основания официальной москвы интересовала одно из владений ненавистного боярина за что же такой чести удостоился это заболоченная местность что по ее названию именовалась и вся преддолгоруковская москва вот что предлагает по этому поводу андрей гундеров гиал архожен можно предположить что за славянизмами типа кучка кускова кроется варяжское родовое имя этимология топонима кускова исполнена огромного сакрального смысла в скандинавских языках слова кусков имеет значение целомудренный девственной непорочный но чем же могла привлечь варягов как и славянских волхвов это заполочная местность с неказистым лесом только ли валуном который находится здесь с ледникового периода и до наших дней да и не такой уж он большой этот валун есть валуны куда больше значит было еще что то говорил народ о том что здесь когда-то жили сказочные богатыри которые и похоронена тут же и всякий может увидеть курганы на которых когда-то справлялась языческая тризна по славным усопшим много позже появится ученый и добавит к древнему преданию то что там действительно есть курганы построенные славянскими племенем вятичей вятичи жили по всем землям современной москвы и подмосковья в том числе и на том месте где стоит современный город риотов предание донесло до боярина кучки и то что здесь жили не просто богатыри а богатыри-кудесники всезнающие волхвы и что когда-то у них было здесь молельное место капище еще до того как начале 17 века здесь и постановали шереметьевы в москве был широко известен кусковский ручей летописи зафиксировали некоторые обычаи жителей связанные с ручьем так например ни одна свадьба необходимость без прыжков молодых через ручей тогда он был достаточно широким и полноводным поэтому перепрыгнуть его было довольно проблематично перепрыгнувшие подтверждали свою физическую крепость и готовность к продолжению рода позднее когда ручей обмелел его стало возможным просто перешагнуть через него также осуществлялись ритуальные прыжки кусковский ручей удивительное почти мифическое место он то появляется то исчезает уже одним этим придавая себе орел таинственности люди наперебой утверждают что никакого ручья в кусково нет и вдруг вступают такие же сообщения о бурном потоке чистейшей воды несущейся с журчанием под кронами древних дубов или кусковский лес считался одним из центров славянского язычества а потом и колдовства на берегу ручья проводили жертвоприношения и местные жители его именовали не иначе как кровавый ручей удивительно но жестокий культ пережил даже опричневым иоанна грозного находясь фактически под носом у московского царя в 1623-24 годах шереметьево получившего владение кусковский лес решили положить конец слухам оборудующего лесу волхва кого же было удивление подручных федорова ивановича шереметьева когда они обнаружили недалеко от собачьего пруда современное название пруд получил лишь в середине 18 века далеко не традиционный славянской капище осветилище баала каким образом давно забытый культ древних западных семитов попал в россию и где его даже с трудом и и идентифицировали остается загадкой в кругу лиц посвященных бытует мнение что культ баала мог попасть в москву вместе с бабкой иоанна грозного софии палеолог греческая принцесса воспитывавшийся в риме при папском дворе привезла с собой большую свиту разношерстных иностранцев среди которых вполне могут затесаться поклонник древнего культа этим и объясняется и то что культ пережил опричнину несмотря на вопиющие и абсолютно достоверные случаи пропажи детей в кусково а также на лючью крови в ручье в качестве возможного адепта семитского культа баала в переводе господин называется польский дворянин паулис бомболиус 1426 по 1500 и года бомболиус был довольно известным в риме поэтом ценителем изящных искусств путешественников выходец из небогатой шляхетской семьи кракова с 13 лет он плавал на торговых кораблях по балтийскому и северному морям побывал практически во всех городах гамзы в 1548 году он совершает отчаянное путешествие в палестину в команде южеса алексиаса с целью поиска сокровищ тамплиеров известно что экспедиция пропала без вести а сам бомболиус объявился в риме пять лет спустя благодаря яркой внешности природному таланту убеждений он быстро вошел в самые высокие круги итальянской знати одно время он особенно сильно сблизился с лоренцо вторым медичи великолепным который подарил ему грандиозным размером виллу в предместе флоренция поговаривали что бомболиуса и лоренцо связывала не только любовь поэзии флоренция в ту пору являлась центром европейского гомосексуализма оказавшись в москве паулюс бомболиус поселился в районе современных сокольников женился он лишь в возрасте 64 лет и как сообщают летописи по требованию софи палеолог великая княгиня нашла подходящую невесту своему любимому поэту и выделила ему землю в кусково где началось строительство усадьбы именно с этого времени начинаются массовые исчезновения людей в кусковском лесу примечательно что первый ребенок бомболиуса умер едва появившись на свет но стоило ему умереть как строительство усадьбы фактически замороженное около года началось ударными темпами сам бомболиус объяснил это простым совпадением что дескать беременность жены проходила не слишком гладко ему было не до строительства а теперь он не хочет терять времени чтобы успеть что-то выстроить уже к рождению второго ребенка между тем известен изуверский обычай практиковавшийся в финикии замуровывать первенцев стену дома или над воротами при основании города ну на удачу первенец у поклонников финикийского культа всегда предназначался балу все следующие столетия династия бомболиусов преданно служила московским государем приняла православие но по-видимому лицемерно и организовала транзит шелка в рим из китая что и составляла основную статью доходов семьи как ни странно проблемы у бомболиусов начались с воцарением лжедмитрия и прибытие в москву большого количества поляков молодому царю не понравилось что недалеко от москвы в дремучем лесу происходит какие-то странные дела вода кусковского ручья окрашивается в красный цвет пропадают дети над лесом поднимается дым как судачат крестьями от ритуального костра на котором приносят жертвы будучи человеком рациональным и не склонным к мистике лжедмитрий потребовал разобраться в происходящем и в усадьбу нагрянули что называется с проверкой источники сообщают о том что несмотря на присяг которую михаил бомболиус торжественно дал же в дмитрию его люди так и не отворили ворота усадьбы перед польским гарнизоном прибывшим внезапно глубокой ночью уязвленные таким приемом поляки в течение нескольких часов подтянули артиллерию и разнесли в труху главные ворота усадьбы бомболиуса то что предстало взгляду видавшего виды командира повергло его в совершение шишок среди камней лежал крохотный скелет ребенка замурованного ворота польские хроники сообщают о нескольких десятках человек обнаруженных в подвале среди них были и грудные дети над лесом тем временем вздымался дым от циклопического костра поляки моментально направились в направлении источника дыма и посреди леса перед ними пристала колоссальная фигура из человека и быка он стоял ногами на разных берегах ручья с растертыми руками словно ожидая что-то принять перед ним возвышалась такая же громадная жаровня сам идол был выполнен из чистого золота по всей видимости в усадьбе готовилась массовое жертвоприношение пленники были освобождены а усадьба сожжена что стало с идолом пала громоверс неясно известно только что аналогичный идол обнаруженный в 1624 году уже был не из золота и гораздо меньших размеров а вот самих бомболиусов не нашли ходили слухи что нечестивая семья скрылась в кусковском лесу где продолжал приносить жертву кровавому богу постепенно случаи пропажи людей в кусковском лесу сходят на нет последнее упоминание о пропаже человека в этих местах датировано 1678 годом шереметьев постепенно превращает лес в свои охотничьи угодья он привлекает любителей поход сица тем что именно в кусковом сохранились последние в ближнем подмосковье медведи первый кусковский шереметьев вовсе не собирался строить русский версаль потому что было это в конце века 16 а не 18 и люди русские еще с опаской и на осторожностью глядели на европу просто село кусково стоя оставалось за боярином иваном васильчем шереметьев жизнь в селе шла не торопливо пока не грянули петровские реформы 1715 году сподвижник петра великого бориса петрович шереметьев стал облагораживать свои вочины по западному стандарту рассвет усадьбы начался только с его сына петра борисовича в 1710 году 1774 году построили деревянный дворец с модной анфиладой внутренней планировкой на фронтоне герб шереметьев с фразой бог хранит все сохранилась гравюра генерального плана назначению садьбы по словам великих историков и ученых это загородный дом для увеселительных приемов поэтому почти все постройки деревянные неотапливаемые кускова называют подмосковным версалем но в эпоху самого владельца шереметьева в кратком описании села спасского кускова 1787 году постройку называли более скромно просто двухэтажный дом эту садьба скорее смелая попытка благоустроить когда-то самое обыкновенное село напичкать диковинами типа морских ракушек и украшениями под бронзу из прессованной бумаги и так далее для того чтобы завлечь знатных гостей включая императрицу дворец год постройки 1775 в 1880-е годы дворец реставрировался в 1870-х годах проложили железную дорогу открыли станцию кускова село становится дачной местностью в конце 1870-х годов был построен нефтяной завод товарищество русско-американского нефтяного производства ныне кусковский химический завод находится на границе парка и перова в настоящее время на этом месте земли рекультивировали и стоит жилой квартал в 1901-1903 году в парке рядом с платформой пылющего тогда шереметьевской находился дачный поселок шереметьевка владельцы дачных участков на свои деньги построили деревянный храм преподобного сергия родонежского около храма в 1931 году были похоронены железнодорожники погибшие во время крупной аварии церковь в 1930-е годы снесли к чертям и на этом месте захоронение построили стадион фрезер могилы оказались под стадионом дома в дачном поселке еще сохранялись в 50-60-е годы в 1925 году кускова получила статус города а в 1938 год с кускова вошел состав города перова впрочем уже в 60 году вся эта территория вошла состав москвы при ее расширении в 1976-1983 годах проведена комплексная реставрация интерьеров дворца сюда входили охотничьи угодья живописные окрестные поля луга рощи особым украшением усадьбы был зверинец своеобразный зоопарк того времени здесь можно было увидеть зайцев полков лисиц и даже олени зверинец был обведен каменной стеной и в центре его красовалась круглая беседка с колоннами в запрудной части парка на противоположной от дворца территорию уходил 300-метровый канал который сохранился сегодня канал завершался каскадным фонтаном сохранился до наших дней и остров еще одно украшение усадьбы в 18 веке он представлял собой потешную крепость с бастионами на водной глади пруда на потеху гостям разыгрывали шуточные баталии так говорят официалы но сколько людей столько мнений и не всех устраивает официальная информация ибо имеет она вид лоскутной грязной тряпки шитой белыми нитками и залатаной как попало особо режет в этой тряпке глаз нормального человека период который так тщательно скрывается от всех этими историками клоунами от науки тот период после которого появились круглые воронки возможно ядерных взрывов по всей территории тот период после которого дома ушли под культурный слой ну с клопком и скрепами или без на несколько этажей вот и закинули мы вам тему следующего видео про Кускова из которого вы узнаете о том чем на самом деле является этот подмосковный Версаль и каков символизм его украшений тех украшений среди которых мы любим гулять которые радуют наш взгляд и которые красуются во множестве инстафото современных людей а за сим наша тема на сегодня исчерпана всех вам благ здоровья берегите себя всем пока пока привет я 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 Продолжение следует...